С 1 июня изменится порядок назначения повышенных пенсий для северян. Будет учитываться место регистрации. Жители северных регионов обяжут раз в год лично предоставлять в пенсионный фонд заявление, подтверждающее фактическое место жительства. С 6 июня некоторых призывников освободят от медосмотра. Он станет необязательным для тех, у кого отсрочка не связана с состоянием здоровья, семейными обстоятельствами или с обучением. При этом медосмотр может быть проведен по заявлению самого призывника. С 1 июня абонентов обяжут сообщать оператору свои паспортные данные. Это позволит бороться с незаконной продажей сим-карт. Абоненты, юридические лица или индивидуальные предприниматели теперь обязаны сообщать достоверные данные пользователей корпоративных номеров, иначе их перестанут обслуживать. Граждане же смогут привязать уникальный идентификатор устройства к учетной записи в единой системе. Если телефон будет утерян, его владелец сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не обслуживать устройство. С 6 июня кредиторов обяжут объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении ипотечных каникул. Это позволит избежать необоснованных отказов или навязывания банком своих программ, не таких выгодных для заемщиков. С 7 июня изменится экзамен по русскому языку для иностранцев. Теперь необходимо будет сдавать единый экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства. Требования к минимальному уровню знаний будут зависеть от цели пребывания в стране. С 1 июня информировать население России о чрезвычайных ситуациях начнут по-новому. Информацию в СМИ или иные каналы публиковать теперь будут оперативно и регулярно. Должностные лица теперь обязаны предоставлять в СМИ оперативные сведения из зоны ЧС, проводить фото- и видеосъемку спасательных работ, участвовать в пресс-конференциях.